Здравствуйте! Если вы живете на планете Земля, то возможно обратили внимание, что уровень здоровья человека, описанный в классической литературе 19, 18, 17, 16 и далее веков, сегодня серьезно изменился и далеко не в лучшую сторону, несмотря на достижение современной медицины. И если раньше богатыри появлялись спонтанно и массово, и десятками, сотнями тысяч, участвуя в сражении, доказывали, кто сильнее, то сегодня спорт больших достижений это технология на легальных, полулегальных или нелегальных анаболических стероидах и других запрещенных препаратах. Почему же люди раньше были здоровее? Ну, наверное, потому что они пили чистую родниковую воду. Как образуется родниковая вода? Очень просто. Это поверхностный источник воды, питаемый осадками. Иными словами, дождь, снег, выпадая на определенные территории, проходя через слои грунта, выделяется в отдельных местах. И обогащаясь различными минералами, реально мог помогать здоровью. Поэтому разные источники, какие-то обладали большей или меньшей лечебной силой. Но! Качественный и количественный состав солей нужно подбирать в зависимости от вашего уровня здоровья и от тех ситуаций, в которых вы находитесь. Это не так просто. Но! Сегодня вот эти поверхностные источники воды серьезно изменились. Потому как по поверхности ездят автомобили, есть другие загрязнители, которые также попадают в поверхностные воды и выходят вам с родниковой водой. Я бы не советовал родниковую воду сегодня пить просто так, без предварительной оценки ее состава. А еще раньше люди пили дождевую воду. Это описано в литературе. Чистейшая вода была собрана и это суперполезно для здоровья. Но! Что такое дождевая вода сегодня? Я бы не советовал ее пить, даже если вас окружают реально экологически кажущиеся чистыми условия. Почему эти условия кажутся? Да потому что существует такое природное явление, как ветер. И вы живете где-то на Гавайях, а автомобильная пробка в каком-то крупном населенном пункте либо промышленный центр своими выхлопами обогатил воздух различными химическими веществами и вы дышите этим воздухом. А через этот воздух прошли осадки, вы собрали дождевую воду и употребляете вот такой уникальный коктейль. Потому как для того, чтобы современная экология не действовала на вас и на ваших потомков, местность, где вы живете, должна быть ограждена двух-трех километровым забором. Чтобы ветер к вам не попадал и не приносил различные химические вещества, которые вы вынуждены вдыхать, потому как вам нужен кислород. Точно так же облака не должны забегать на эту территорию и приносить химию из других отдаленных регионов. По этой же причине выращенные в этих условиях продукты не могут считаться экологически чистыми. Они могут быть экологически более чистыми, чем в других регионах. Но! Не чистыми! И нужно знать, как правильно их употреблять, чтобы не вредить своему здоровью. Более того, не вы лично должны жить в таких уникальных условиях. А ваш род, ближайших там 3-4 поколения, чтобы перейти в экологию 19 века, чтобы перенести ее в современные условия. Вот тогда да, ваш уровень здоровья имеет право быть хорошим. Поэтому в современных условиях условно чистым воздухом, условно чистой водой, которые могут быть технически неплохими, но биологически вряд ли ценными. А также условно чистыми продуктами питания питаются все. И нищие, и миллиардеры. Цена питания, цена вопроса разная, а качество продуктов питания плюс-минус одинаковое. Но! Это 3 обязательных условия. То есть, нужно знать, каким воздухом, как правильно дышать. Нужно знать, какую воду, как правильно пить, в каких условиях. По-разному нужно пить в разных условиях воду. И воду разного состава. Не техническая вода нужна вам, вы не автомобиль. Для всех автомобилей, для их аккумуляторов нужна дистиллирная вода. Всем абсолютно одинаковая. Чтобы не влиять на те процессы, которые происходят в аккумуляторе. Чтобы активно влиять на те процессы, которые происходят в организме человека, вам нужна разная вода. И количественно, и качественно. Вам нужна диетическая вода, фактически. Как и диетическое питание. Вот тот уникальный набор заболеваний, который имеет каждый человек, начиная сегодня уже от рождения. А возможностей много. Современная медицина знает 30 тысяч болезней. Их список не пересматривался с конца 20 века. Только правильно выполнив вот эти три условия. Правильное дыхание, правильное употребление воды и питание. Вы имеете право совершать более активную деятельность. То есть не просто моргать и дышать. Ну и как-то позиционировать себя в окружающей среде. Тем более, если вы хотите заниматься спортом. Или тяжелым физическим трудом. Так же, как и трудом интеллектуальным. И физический, интеллектуальный труд это использование того, что вы заложили правильно. Или неправильно. Отсюда зависит ваш результат. А есть еще один момент. Ваш исходный уровень здоровья. Вот когда вы приняли решение, что вы с сегодняшнего дня или с этой минуты ведете правильный здоровый образ жизни, вы уже приобрели какие-то особенности уровня здоровья своего организма. И вот с этой позиции тоже очень важно, как правильно подойти к этой ситуации. Возможно, это в меньшей степени относится к тем, кто смотрит это видео. А в большей степени относится к тем, кто хочет заниматься продолжением рода. Кого интересует уровень здоровья их детей. Потому что от уровня здоровья родителей зависит уровень здоровья детей. И сделать детей здоровее, чем родителей, нереально. Потому как есть генетика, в которой закладываются различные особенности. Современная наука не может вмешиваться в генетический аппарат в такой мере, чтобы дети становились здоровее, чем их родители. К сожалению, можно только сохранить тот уровень здоровья, который вы имеете. Но условия для ребенка можно улучшить. И беременность нужно планировать за несколько месяцев до оплодотворения. Там вы должны быть исключительно здоровы минимум 3 месяца до оплодотворения. Мама и папа должны быть абсолютно здоровы или максимально здоровы. И вот от этого уровня здоровья зависит уровень здоровья их детей. Вот эти моменты, они очень важны. Да, у меня есть канал на ютубе, где я пошел на поводу у вас. Вам нужно сегодня не здоровый образ жизни, а вам нужно как вылечить гастрит. Или как вылечить простатит. Или как вылечить какие-то другие заболевания, грипп правильно лечить. Или другие заболевания, которые так или иначе могут быть. Напомню, 30 тысяч возможных вариантов это только по одному. Да, находите мое видео и получаете решение какой-то проблемы. Но! Очень важно лечение. Правильное лечение. А еще важнее профилактика. И великий хирург Пирогов как-то выдал гениальное изречение. Будущее принадлежит медицине профилактической. И сегодня в современных условиях это значимо как никогда. Потому как попадать на разные заболевания в современных условиях очень легко. Излечиваться очень сложно. Поэтому проще все же предупредить. А предупреждая для предупреждения нужно составить просто для своего организма план. По которому вы будете выходить из того уровня здоровья в котором вы доходитесь. А также составить уникальные условия в которых ему будет жить лучше. А возможно он еще и будет жить дольше. Потому как чем дольше вы думаете в этом вопросе тем хуже уровень здоровья будет у вас если вы не знаете как правильно делать те или иные действия относящиеся к вашему здоровью. Именно поэтому на этом канале я решил начать с самого простого с азов как правильно дышать как правильно пить воду вы постепенно это узнаете как правильно питаться и начиная с самого простого к более сложным вещам вы можете составить представление о том что же вам делать или не делать со своим здоровьем. Вы считаете что вы уровень здоровья имеете такой большой что вне зависимости от вашего поведения от вашего образа жизни он сохранится и легко передастся вашим потомкам. К сожалению примеры обратных действий мне известны. Когда такое пренебрежительное обыскало отношение к своему здоровью приводило к совершенно прогнозируемому и совершенно иному результату. Поэтому на этом канале такие видео будут появляться. Самое простое решение для вас подписаться на канал тогда новые видео будут просто вам приходить в почту уведомления и вы будете их просматривать в удобное для вас время. Вы можете поставить канал в избранное можете в закладке его поместить и периодически посещая канал смотреть появились ли какие-то обновления на нем какие-то новые видео которые относятся к теме здоровья активного долголетия а я на этой позитивной ноте это видео буду заканчивать с привычным подписчиком другого моего канала словами крепкого вам здоровья и разумного к нему отношения и в следующем видео я расскажу более подробно о тех необходимых компонентах которые нужны любому и каждому чтобы ваш уровень здоровья был лучше и вы могли его использовать то ли в своей профессиональной деятельности для отдыха для развлечений куда вы используете те возможности которые вы приобретете это ваш выбор главное их иметь чтобы коридор возможностей был не узок а достаточно широк это определяет ваш уровень здоровья исходный и ваш образ жизни совпадает он с вашими возможностями или нет если не совпадает вы возможности теряете если совпадает вы возможности не теряете а правильно используйте до новых встреч на моем канале ждите новое видео от чего зависит ваш уровень здоровья вы будете удивлены потому как компонент номер один который необходим любому и каждому многих удивить до новых встреч на моем канале